Салам астерма хурмету от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир и сегодня он будет посвящен итогам митинга 23 июня за бесплатное образование. Но прежде чем обсудить итоги митинга, я хотел бы затронуть другую тему, буквально несколько слов сказать о другом, скажем, событии, которое произошло вчера и которое государственные СМИ и вообще СМИ Казахстана освещают, скажем, неполной мере и не описывают реальный контекст, который был когда-то в 2006 году. Вчера средства массовой информации сообщили, что скончался Ержан Утимбаев на 1963 году жизни. При этом СМИ ссылается на какого-то журналиста, что вот он якобы сообщает, что скончался Ержан Утимбаев, бывший руководитель аппарата Сената, когда председателем Сената был Нуртай Абыкаев, ближайший сподвижник и помощник Нурсултана Назарбаева, который занимал разные высокие должности, был руководителем администрации президента, первым помощником президента, был председателем комитета национальной безопасности, дважды был председателем Сената и так далее. То есть, я не случайно называю имя и фамилию Нуртая Абыкаева, потому что руководителем аппарата именно Сената в то время был Ержан Утимбаев, руководитель аппарата именно Нуртая Абыкаева. Это очень важная деталь, я объясню почему. На самом деле, средства массовой информации не сообщили, что Ержан Утимбаев был очень близким помощником Нурсултана Назарбаева. В начале 90-х годов он разрабатывал различные программы, во всяком случае, известная программа 2030, которую озвучил Назарбаев в октябре 1997 года и явилась именно таким ключевым документом, на который Назарбаев ссылался. Именно стратегия 2030 была разработана командой Ержана Утимбаева. Это я вам говорю как реальный свидетель и знающий человек, как тогда разрабатывалась эта программа. На первых порах, когда в 1997 году эта программа озвучилась, она звучала очень так перспективно и интересно, потому что там был блок политических реформ, социально-экономических и все прочее. И основным идеологом этой программы был Ержан Утимбаев. Ержан Утимбаев занимал различные высокие посты, при Назарбаеве. Правительство Акижана Кожигельдна был руководителем аппарата, правительство со статусом министра. Позже был руководителем по стратегическому правлению, планированию точнее. И он подчинялся напрямую президенту. В правительстве Балгимбаева было создано именно ведомство агентства по стратегическому планированию со статусом министра. И это ведомство зашло в состав правительства Нурлана Балгимбаева. Позже он занимал статус вице-премьера. В общем, одним словом, если посмотреть на его карьеру, все время у него были высокие должности. И, собственно, наверное, когда он стал руководителем аппарата Сената правительства при Нуртае Абыкаеве, вот эта конструкция все время показывает. Назарбаев его всегда перемещал на те или иные позиции. Он находился под контролем и крылом Назарбаева. То есть, это ближайший был спотвижник Назарбаева. Я лично очень хорошо и близко знал Яржана Утимбаева. Знал его семью. И много с ним общался. И неформальной обстановки, и при работе в правительстве. Ну и вот известная, скажем, волна малых управленцев. Их можно по-разному оценивать. Ну, типа, как Айрат Келимбетов. Он был, вырос именно в недрах структуры Яржана Утимбаева. То есть, при нем выросло очень много различных чиновников, которые занимали высокие государственные посты. Я не случайно перечисляю все эти должности, чтобы вы понимали, что те обвинения, которые прозвучали в адрес Яржана Утимбаева, а именно обвинения, что он является заказчиком убийства Алтубека Сарсимбаева, они напрямую связаны с Султаном Назарбаевым. Напрямую. Яржан Утимбаев был очень, скажем, неконфликтный человек. И те, кто его лично близко знают, ну, про него, как говорят, говорят, что он там и птичку не обидит, да? Настолько он был мирный человек, добродушный. И тем более ему в голову не могло прийти осуществить заказ убийства Алтубека Сарсимбаева. Ну, представьте себе, что очень анекдотично звучит, что он взял кредит 60 тысяч долларов в центр кредит банки и организовал заказ убийства Алтубека Сарсимбаева. То есть взял кредит. Ну, мы понимаем, что у нас берут кредит казахи, чтобы той провести, оплатить образование детей, но чтобы взять кредит на организацию убийства, это просто безумие. Да, и тем более, кто знает Ержанова Димбаева, конечно, они, скажем, не поверили никто этой версии. Не поверила, безусловно, и семья Алтубека Сарсимбаева, которые неплохо знают Ержанова Димбаева. И в партии Акжол очень много было руководителей этой организации, которые тоже лично хорошо знали Ержанова Димбаева. Родственники Алтубека Сарсимбаева тоже его знали. Конечно, никто не поверил и не поверит, что этот заказ исполнял Ержан Утимбаев. Он всегда занимался именно разработкой политических реформ, реформ по экономике, и не способен заказывать какого-либо там действия, связанного с убийством. И у него была серьезная проблема, Ержан Утимбаева, что он беспреколословно исполнял поручение Назарбаева. Но тогда, это когда дело касалось экономики, расстановки кадров в том или ином ведомстве, это еще как-то, скажем, работало. Но наступил момент, когда спецслужбы, которые выполняли поручение султана Назарбаева об убийстве Алтубека Сарсимбаева, у них здесь произошел прокол. Прокол заключался в том, что технически это убийство было организовано так, что исполнители ошиблись. Один из исполнителей из структуры КНБ, Арестан, оставил себе аппарат телефонный, который принадлежал убитым. И, собственно, другая служба, которая находилась при Министерстве внутренних дел и которые осуществляли слежку за Алтубеком Сарсимбаевым, они не знали, что было поручение об организации убийства Алтубека Сарсимбаева. И вот, собственно, параллельная служба сумела через этот телефон найти одного из исполнителей похищения Алтубека Сарсимбаева из службы Арестан. А служба Арестан это напрямую подчинялась председателю КНБ, его первому заместителю Башкову, и также на султану Назарбаеву. Понятно, что якобы, что эта группа в вечернее время исполнила частный заказ, что вот власти ни при чем. Это легенда, которую никто не может поверить из здравомыслящих людей. Очевидно, что структура КНБ участвовала в как похищении, так и убийстве Алтубека Сарсимбаева с его помощниками. И очевидно, что в этом преступлении замешаны как минимум группа людей или, скажем, те, кто так или иначе оказались свидетелями этого преступления. Их было немало. И эти люди, которые или участвовали, или знали, или слышали, они были отодвинуты на разные посты или отправлены в отставку. Ну, в частности, представитель КНБ, Нартай Дудбаев, был отправлен в отставку сразу после того, как стало известно, что в похищении участвовала группа Арстан при КНБ. И вы, наверное, уже знаете, что в декабре 2016 года, буквально через две недели после того, как я вышел из тюрьмы, Нартай Дудбаев был арестован. То есть, под эгидой, что якобы Нартай Дудбаев помогал мне бороться с режимом, уходить от преследования, он под таким обвинением был задержан. На самом деле, все глубже. Режиму Султана Назарбаева избавляется от свидетелей, исполнителей и от всех тех, кто так или иначе знал или был причастен к организации убийства Алтенбека Сарсимбаева. А он, как бывший председатель КНБ, как минимум знал, кто является заказчиком и организатором этого убийства. И я могу откровенно сказать, что когда он ушел в отставку и позже, я убеждал председателя Комитета Национальной Безопасности Нартая Дудбаева сказать правду, сказать правду, кто организовал убийство. И когда я уехал из страны, у меня было с ним несколько разговоров, я его убеждал, что он должен приехать в Лондон, я помогу ему получить статус политического беженца, и он должен сказать правду, кто реальный организатор убийства Алтенбека Сарсимбаева. Но тогда Нартай Дудбаев сослав, что он не в курсе, что он не знает и так далее, отказался от моего предложения. Но я его предупреждал, что дело в итоге закончится тем, что он будет устранен. Или будет убит, или его арестуют, упакуют его в тюрьму, и там в конце концов он погибнет. Вот, собственно, так и получилось, что в декабре 2016 года Нартай Дудбаев был арестован, и причина только в том, что он является или свидетелем, или он очень много знает о преступных приказах на султана Назарбаева, именно поэтому его посадили в тюрьму под различными фальшими обвинениями, и суды были закрыты, реальную правду никто не знает, но очевидно, что все это связано с тем, что он, как представитель Комитета национальной безопасности, точно знал о том, что убийство организовывал Нурсултан Назарбаев. Следующий ключевой человек это Нуртаев Быкаев, который был председателем Сената, ближайший сподвижник Нурсултана Назарбаева. Я еще в октябре 2016 года, еще находясь во французской тюрьме, описывал, какие последствия ждут этих людей. Тогда еще, когда Нуртаев Дудбаев не был арестован, вы можете зайти на мой фейсбук, это конец сентября, октябрь 2016 года, я четко тогда написал, что Нуртаев Дудбаев будет арестован, будет отстранен, скорее всего, привлечен каким-то образом к надуманным обвинениям Владимир Жумаканов, который был в свое время заместителем Комитета национальной безопасности при Нуртаев Дудбаеве. И в итоге он, хотя и возглавлял Комитет национальной безопасности, сейчас его отстранили с должности сектора Совета безопасности. Также Нуртаев Икаев, он в итоге ушел с поста председателя Сената, был послом, в общем, его по кругу гоняли, и сейчас он в отставке. Я думаю, что, на мой взгляд, его жизнь должна быть в опасности. То есть, Нуртаев Нуртаев устраняет всех свидетелей и исполнителей. В частности, один из исполнителей сейчас находится в тюрьме, они принудили его дать показания, что якобы заказ на убийство Алтенбека Сарсимбаева осуществлял Рахат Алиев, который на самом деле в то время находился в Австрии, и именно он озвучил версию, притом он был как раз находился в Австрии и был свидетелем, как на берегу озера Нуртаев Нуртаев Икаев именно этот вопрос обсуждали. Вот. Я на самом деле, конечно, детали такие глубокие не знаю, но я могу одно сказать, что практика поведения Нуртаев Нуртаев показывает, а он сам озвучивал, что все, кто были против него или каким-то образом ему серьезно перешли дорогу, они все будут жестоко наказаны. И после его слов буквально через короткое время был убит Замамбек Нуркадилов, а еще через два месяца был убит Алтенбек Сарсимбаев и его помощники. Поэтому очевидно, что Яржан Утимбаев это очередная жертва Нурсултана Назарбаева и вот собственно таким образом Назарбаев хочет замести свои следы, скрыть следы преступления, а именно заказ убийства Алтенбека Сарсимбаева. Я еще буду по этому поводу делать различные публикации. Вот собственно я хотел бы сказать свою позицию, что Яржан Утимбаев не имеет никакого отношения к убийству Алтенбека Сарсимбаева, оппозиционного политика, что он просто жертва Нурсултана Назарбаева. И эти жертвы будут скоро еще новые свидетели и участники тех событий 2006 года. Вторую часть эфира я хотел бы посвятить разбору ситуации связанной с проведением митинга 23 июня. Мы объявили тему митинга за бесплатное образование и выдвинули ряд требований. Ясно, что запрос на эту тему очень высокий. Тема бесплатного образования волнует фактически всю страну. У нас в стране порядка миллиона студентов, около полумиллиона учителей, воспитателей, преподавателей. И также тема митинга была поднять заработную плату и условия осуществления профессиональной деятельности полицейских. И в связи с тем, что запрос на эту тему очень высокий, мы ожидали, что будут потенциально много желающих поучаствовать в этом митинге. Это подтвердилось. По нашей информации относительно прошлого митинга, первого митинга 10 мая, участников было во много раз больше, как минимум в 10 раз больше. Как вы знаете, в Алма-Ате тогда сумели пробиться к месту первого митинга 10 мая около 200 человек, в Астане было минимум 300 человек, те люди, которые попали. В регионе тоже было, вот в Шенкенте было порядка 40 человек, в Усть-Камегорске тоже несколько десятков человек. В общем, первый митинг именно был такой, к которому участвовало определенное количество людей, ну, порядка тысячи, наверное, по всей стране. теперь мы ожидали, что участников будет во много раз больше. Но власть, прекрасно понимая, что существует в обществе серьезный запрос на проведение митинга протеста, серьезный запрос на проведение митинга именно по этой теме, приняло беспрецедентные меры по блокированию этого митинга. Мы за месяц до 23 июня объявили о том, что состоится митинг и объявили тему. Весь этот месяц власть методично искала активистов, выявляла их, оценивая их деятельность через Facebook, Instagram, видя их на предыдущих акциях, ко многим нашим сторонникам приходили представители полиции, КНБ, прокуратуры, зачитывали предостережения, запугивали. Одним словом, были и такие беспрецедентные меры подавления конституционного права людей, права участвовать в митинге, права высказывать свое мнение и волеизлювление, которое прямо озвучено в Конституции как, безусловно, право наших граждан. Но, тем не менее, видимо, понимая, что людей будет много, власть пошла на новые беспрецедентные меры, когда площади там, где мы планировали митинг, блокировались, ставили заборы, буквально вотрау, за ночь были поставлены заборы, также ставили разные киоски, все прочие, сцены, власть, чтобы мы не могли провести акцию протеста 23 июня. Студенты запугивались, они запирались в помещениях, кого-то большую группу студентов из политехнического института увозили в горы на маевку, так называемую, в колледжах проводилась серьезная работа, запугивали и преподавателей, и студентов. Наши такие государственные структуры, как горано-раино запугивали учителей в городах, районах, селах, везде, чтобы они не участвовали в митингах. Но мы об этом много раз писали. То есть, если бы, как власть сейчас торжествующий говорит, что это было малоподдерживающее, никому не интересно, все прочее, они лгут, потому что они провели беспрецедентные акции по подавлению инициативы людей. Беспрецедентные. И мы имеем информацию, что в каждом регионе подтягивались сотни и тысячи людей. Просто место митинга заранее блокировались, везде были расставлены посты, люди разгонялись и так далее. Мы тактику сменим. Тактику мы сменим и ближайшие митинги будут проводиться уже по другой технологии. Вы видели, я уверен, многие кадры, видео, как власть проводила задержание. Тупо, нагло, с нарушением законодательства, просто вылавливали людей, просто привозили их в отделение полиции, просто их там держали, переписывали, брали отпечатки незаконно и потом отпускали людей. Это происходило повсеместно по всей стране. Что мы можем по этому поводу прокомментировать? Все действия вот такие грубые наглые у значительной части общества, которые были аполитичные, которые были далеко от политических процессов и по сути только хотели одного действительно изменить свою жизнь, требовать экономических перемен, дополнительных выплат и все прочее. Они сейчас осознали в каком обществе и политическом строе живут. все действия нашей полиции просто вызвали отвращение людей. Вызвали отвращение и таким образом власть настраивает против себя граждан страны. Именно настраивает быстрыми темпами. Очень много узнает о демократическом выборе Казахстана. Хотя власть заявила, что ДВК это экстремистская организация. Ну давайте посмотрим почему ДВК экстремистская организация. Извучим программы ДВК. Мы озвучили жилищную программу ДВК, в котором предлагаем каждый год инвестировать в строительство жилья на сумму 3 миллиарда долларов. Мы озвучили источники финансирования денег в страде много. По уставке 5 годовых сроком на 20 лет. Разве здесь есть какой-то экстремизм? Мы озвучили социальную программу ДВК, которым охватили серьезный слой населения. Это учителя и собственно мы на митинги выходили с требования поднять заработную плату воспитателей, учителей и преподавателей до 300 тысяч тенге. Разве в этом есть экстремизм? В социальной программе ДВК говорится о врачах, об их условиях жизни, о низкой заработной плате, о медицинских работников, которых в стране несколько сот тысяч. Именно в социальной программе ДВК много внимания уделяется нашему здравоохранению. Это что, экстремизм? В чем суть экстремизма? Мы разработали самые различные программы для экспорта предприятий страны, нефтегазового сектора, горнодобывающей отрасли, для людей, кто работает в сельском хозяйстве, то есть в самых разных отраслях. А в чем суть экстремизма? В том, что мы хотим добиться улучшения уровня жизни людей, и за это нужно ДВК закрывать, говорить, что это экстремистская организация? Мы пару недель назад озвучили программу поддержки наших полицейских и военных, где стартовая зарплата военных и полицейских начинается у рядовых с тысячи долларов, лейтенанта с двух тысяч долларов. В чем суть экстремизма? Разве мы предлагаем перевороту? Нет, мы говорим о строительстве новой страны, демократической, когда народ управляет властью, а не власть стоит над народом, когда богатство страны распределяется среди всех граждан, а не против только политической верхушки, а именно Нусултана Назарбаева, зять которого и его дочь за один год разбогатели на сумму свыше двух миллиардов долларов, только за один год. Это при тотальной нищете, это при том, что именно Нусултан Назарбаев и его ближайшие родственники не имеют, то есть работали в основном государственном секторе и становятся миллиардерами. Как это возможно? Только за счет того, что Нусултан Назарбаев злоупотребляет своим служебным положением президента страны и нагло ворует гигантские денежные средства у государства. И мы разоблачаем это. Это экстремизм? Я думаю, что граждане нашей страны ясно осознают, кто является экстремистом. Точнее, кто является преступником. преступником является Нусултан Назарбаев, его мафиозный решим и с его ближайшим окружением. Поэтому цель и задача демократического выбора Казахстана объединить народ и постепенно добиться мирным путем смены режима, как это произошло в Армении. И тогда мы будем проводить расследование расследования деятельности первого, я уверен, последнего президента Казахстана, потому что в парламентской республике не будет должности президента. Парламент будет формировать кабинет министров во главе с премьер-министром. Именно парламент будет назначать министров. Не будет происходить так, когда министров, премьер-министров, судей и все все абсолютно правительство включая Ахимов областей назначает Нусултан Назарбаев. Этого парламентской республики не будет. И поэтому эта власть в лице Нусултана Назарбаева судорожно пытается спастись, потому что он прекрасно понимает, что за все свои действия ему, его ближайшему окружению придется отвечать. Отвечать тем, что он потеряет все свое имущество, потеряет все свои активы, потеряет богатство и сядет в тюрьму. Именно поэтому полиция Нусултану Назарбаеву используется как репрессивный механизм. Но Султан Назарбаев обеспокоен тем, что мы обращаемся к полиции. Обеспокоен тем, что мы разрабатываем программы поддержки полиции и военных. я убежден что наступит день и он недалек когда полиция и армия перейдет на сторону народов как произошло все это в Армении. Теперь о митинге. Все те, кто пали духом и говорят, что вот митинг не состоялся они ошибаются. Митинг он не состоялся физически, да, это правда, но он в принципе состоялся потому что в этот день мобилизовались тысячи наших сторонников. они не смогли попасть на площади, но 6 июля султан Назарбаев проводит 20-летие Астаны и площади будут свободны и наши сторонники могут прийти на этой площади и выйти с нашими лозунгами требовать бесплатного образования. Сегодня в чате активистов ДВК в 21 часов мы будем обсуждать наши планы и действия на 6 июля. Штабом ДВК предложено проводить акцию 6 июля по всей стране, по всем регионам, именно в тех местах, где власть планирует организовать празднество, на которое в реальности только в Астане, хотя официальная власть говорит порядка 19 миллиардов в тенге, но в реальности потрачено свыше 40 миллиардов в тенге и мы будем проводить эти акции по всей стране, используя те площади, которые в этот раз власть не сможет загородить. Если она загородит, то и не будет никакого празднества. Поэтому, уважаемые наши сторонники, я приглашаю вас сегодня в чат ДВК, мы будем обсуждать, как мы будем проводить теперь наши митинги. Мне многие задают вопрос и говорят, что мы будем теперь делать, если власть каждый раз будет перекладывать площади и места, те, где мы планируем провести наши мероприятия. Я хочу следующее заявить. Когда нас будут десятки тысяч, все сутрыжные движения Назарбаева закрыть площади или перекрыть улицы не помогут. Когда нас будет десятки тысяч, мы просто просочимся в любое место и полиция не сможет нам препятствовать. Посмотрите, как произошло в Армении. Когда там вышли десятки тысяч людей, полиция была деморализована. Полиция та же самая, часть народа. Они живут в тех же самых условиях, как сам народ. И поэтому они все нас поддерживают. Может быть, какая-то часть, верхушка, они причастны ко всем этим преступлениям и не заинтересованы в изменениях. Они заинтересованы сохранить существующий правящий режим. Но основная часть полиции это простые люди, которые тоже устали жить при этом режиме. И они все хотят перемен. И все эти препятствия будут сметены, когда нас будут десятки тысяч. Сейчас в чате активист ДВК нас свыше двухсот тысяч. Я уже в субботу выступал и обращался к нашим сторонникам и говорил следующее. Даже если считать, что в чате активист у нас сто тысяч постоянно присутствующих, даже не свыше двухсот, пусть будет сто тысяч. Если каждый из этих сто тысяч приведет пять человек, нас очень быстро станет больше на пятьсот тысяч человек. Притом не просто их добавлять в наш чат, а именно убеждать каждый из вас в состоянии привезти пять человек, не просто механически их подключить в наш чат, а именно убедив их привезти к нам, и тогда нас будут сотни тысяч. Эти сотни тысяч из них половина, если она выйдет на улицы по призыву штаба ДВК, никакая полиция не сможет нам препятствовать. Мы сделали первый шаг 10 мая. Именно на первом митинге мы выходили с требованием нет пытков свободу политических заключенных. Восемь человек освободили, пока митинги мы готовили и провели, восемь человек власть освободила из тюрем. Мы будем бороться и за других политических заключенных. Я уверен, что мы добьемся успеха. Мы добьемся успеха, когда нас будут десятки тысяч. Мы добьемся успеха на своих последующих акциях, потому что если на первой акции 10 мая было около тысяч человек, то в этот раз было минимум в 10 раз больше. Была бы только проблема попасть на места проведения митинга. И мы это сделаем, мы добьемся. Поэтому, уважаемые сторонники, не переживайте, все будет в порядке, вы должны понимать, что аккорда в лице Назарбаева сейчас в панике. Представляете, целый месяц эта государственная машина работала, вы на себе это ощутили, когда к вам приходили минимум по 4-8 человек, когда вам зачитывали предостережения, как вся эта машина, вместо того, чтобы бороться за нашу гражданскую именно активность, бороться, чтобы было в стране спокойствие, бороться против преступности, они занимались тем, что гасили наши конституционные права, право на митинг, право на свободу, право на свободу воли и издревлений. Целый месяц эта огромная государственная машина, которая финансируется из денег налогоплательщиков, была направлена против своих граждан. Я уверен, что у многих раскрылись глаза, и если на 23 июня пришли совершенно новые люди, люди, которые хотели потребовать своих прав, исполнения своих прав, то 6 июля их будет еще больше, и каждый раз мы будем количество наших сторонников наращивать и наращивать. Кто-то хотел, чтобы 23 июня в один день все поменялось, кто-то себя обманывал иллюзиями, что десятки тысяч людей выйдут 23 июня, мы несколько дней постоим, и власть падет. Я по этому поводу говорю, что даже ребенок рождается в течение 9 месяцев, а затем он длительное время растет. Мы молодая организация, мы сейчас строим серьезные политические движения, и для того, чтобы победить нынешний режим, мы должны быть более организованными, более идейными, и нас должно быть больше. Больше именно тогда, когда нас будет сотни тысяч. я не случайно говорю, что наших сторонников должно быть не менее миллиона, не менее миллиона активных людей, которые готовы выходить на акции протеста по всей стране, и не помогут ухищрения проводить митинги одновременно в 20 местах, и так далее, в том или ином городе, это несерьезно. Это несерьезно, потому что у власти всегда больше возможностей с точки зрения оперативности, у них рации, у них машины, они быстро перемещаются, они финансируются из госбюджета, но их во много раз меньше. Полицейских только в Алма-Ате менее пяти тысяч, это двухмиллионном городе. Что могут сделать эти полицейские против двух миллионов? Ничего. Более того, они ничего и не будут делать, когда поймут, что недовольны режимом сотни тысяч, и они решительно готовы потребовать свое исполнение своих прав. Поэтому главной задачей наиболее реальной является расширение числа наших сторонников. Мы должны добиться, чтобы на эти акции протеста приходило все больше и больше людей. И больше ничего. Мы не можем проводить акции протеста только в Астане или только в Алма-Ате. Изменения нужны всем гражданам. Это только в Банановой республике какой-то сержант или лейтенант берет роту военных, пару танков и берет власть. И в Банановых республиках власть таким образом меняется регулярно. Остальная часть населения как будто просто наблюдатели смотрят, как у них в стране меняется власть. Если мы хотим построить демократическую страну, когда на власть влияет, управляет и назначает сам народ, в акциях протеста должен участвовать весь народ, все регионы страны. Я уж не говорю о том, что в этом случае полиция будет рассредоточена по всей стране. А когда мы будем собирать в одном или двух городах, Назарбаев также стянет эту полицию из других регионов, и мы с ними будем бороться в этих двух городах. Поэтому мы должны проводить акции протеста по всей стране, не в одном двух городах. у кого-то есть иллюзии, когда они говорят, что нужно работать по селам, в селах недовольны, они ничего не боятся. Ребята, это тоже иллюзии, потому что изменения, которые происходили в тех или странах за последние даже тысячелетия, они происходили в городах, потому что именно в городах созреточена активная часть населения, и сел никто не приедет, им негде будет жить, не негде ночевать, и мы не сможем сотни тысяч сторонников финансировать из какого-то центра, это не серьезно, поэтому мы имеем свой трат именно в городах, именно в городах живет большая часть населения, минимум 60% от 18 миллионов, то есть свыше 10 миллионов человек живет в городах, для того, чтобы добиться перемен, нам достаточно одного миллиона, и мы этот миллион найдем именно в городах, именно в городах мы будем организовать акции протеста, именно в городах произойдут изменения, именно города добьются смены режима, так происходит во всем мире, это было всегда, это было недавно, это будет и сейчас, потому что это логика, логика борьбы, логика того, что изменения происходят именно в городах, потому что в городах сосредоточена основная часть населения. Поэтому я сегодня буду озвучивать и объяснять тем, кто это плохо понимает, что мы ориентируемся в первую очередь на города. И еще я хотел бы сказать следующее. Впервые за многие годы Казахстан находится в зоне внимания именно Европы и Америки. Это связано с тем, что, безусловно, в первую очередь это связано с активностью демократического выбора Казахстана. Создано действительно народные организации, у которых много поддержки в самых разных слоях населения. Эта поддержка ощущается. Именно поэтому власть озвучила, что демократический выбор Казахстана является экстремической организацией. Власть не объявила ни одну, пусть даже подставную политическую структуру, что она каким-то образом мешает. Более того, все те, кто свободно, открыто действуют, как бы себя пиарят внутри страны, это подставные структуры власти. Те, кто реально оппонируют власти, они преследуемы. Они преследуемы даже за выход на улицы с голубыми шарами. Хотя в законе нет ни одного нормативного акта, чтобы за это можно было преследовать. То есть у нас происходит произвол. И произвол происходит против реальной оппозиционной силы демократического выбора Казахстана. Именно поэтому мы видим все действия и репрессии со стороны власти. И именно поэтому мы сейчас привлекли внимание зарубежной общественности, международных правозащитных организаций, евродепутатов и других организаций. Сейчас только за короткое время Казахстан посетили две миссии Европейского парламента и парламента Италии. Кто-то, конечно, может сказать, что вот, а какая от них помощь. Дело в том, что вы, наверное, многие из вас до конца не осознаете, что если бы не было этой поддержки, то режим просто действовал бы очень жестко. Сейчас в начале прокуратура объявила, что за поддержку ДВК вас посадят от 2 до 15 лет тюрьмы. Вы обратите внимание, лайкать нельзя, заходить на страницы ДВК и Облязова нельзя. Но в последнее время риторика власти поменялась. Они теперь говорят, ну лайкать можно, только не надо, в смысле комментировать положительно не надо, смотрите, пожалуйста, мы преследовать за это не будем. Выход на митинги будет наказание в виде штрафов или административный арест до 15 суток. То есть уже нет угроз, что будут арестованы люди и посажены в тюрьму на длительный срок. Это с чем связано? Это связано с тем, что Казахстан и власть на султан Назарбаев осуществляет постоянно и непрорывное давление международных организаций тех или иных европейских стран или, проще говоря, ЕС европейского сообщества. А давление, оно основано на том, что Казахстан подписал международные договора с европейским сообществом, где взял на себя обязательства по выполнению прав человека, свободы СМИ и все прочее. Мы эти нарушения власти показываем. 26 июня будет заслушиваться Казахстан. Они будут рассказывать о своих успехах в области реформ, юридических и всех прочих. Конечно, мы покажем, что никаких успехов нет. Это обман. Все, что они озвучивают, ничего не имеет с реальностью. Ничего абсолютно. Поэтому мы усиливаем международную деятельность и вы это все на себе ощущаете. И было озвучено, что идет серьезная работа по увлечению окружения Назарбаева к санкциям по использованию глобального закона Магницкого. Когда те чиновники, которые ответственны за нарушение прав человека, шаг за шагом будут привлечены к ответственности и привлечены, и против них будут санкции. Кто-то к этому относится скептично, кто-то не верит. Но российские чиновники и ближайшее окружение Путина уже реально все почувствовали. Олигархи, у них арестованы не просто там миллионы долларов, миллиарды. У известного олигарха российского Виксельберга в Швейцарии заморожено миллиард франков швейцарских. Сотни миллион долларов арестованы именно у окружения Путина. Так будет Назарбаев с его ближайшими родственниками и с его окружением. Поэтому я призываю вас оценивать события 23 июня реально, не впадать в пессимизм. Мы делаем правильные шаги на пути развития нашего политического движения, мы делаем шаги, которые приводят к росту и силе нашей организации. Растут протестные настроения граждан. И наша задача все это мобилизовать, собрать в одну силу и добиться перемен. Мы их добьемся. До скорой встречи. Солонздор. До встречи в будущем эфире. Продолжение следует.